Полно вам, люди, себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сегодня мы с вами поговорим об арбузе. Об этой вкусной ягоде, с помощью которой можно как питаться, так и исцеляться. С давних пор она используется в российском народе, особенно на юге России. И все ждут, когда арбузик созреет, и с удовольствием начинают его есть. Рекомендую начинать есть арбузы в основном в конце августа и начале сентября. Почему? Потому что они тогда созревают, самые вкусные и никоим образом не захимиченные. Любят все, и взрослые, и дети, чтобы покраснее, послаже и побольше. Когда арбуз разрезается пополам, получается такой сахарный срез. Который говорит о том, что арбуз действительно очень сладкий, очень сочный. Мякоть кроваво-красного такого цвета, как мясо, с такими вот сахарными прожилочками маленькими. Если прожилочки будут больше, грубые, а еще и желтые, это говорит о том, что арбуз захимичен. Такой арбуз желательно не есть. В арбузе очень много воды, практически процентов 90. Есть минеральные соли, с помощью которых, самое интересное, можно лечиться от малокровия. Поэтому, как только настает арбузный сезон, покупайте арбузы, проверенные только арбузы, и кушайте их. Кровь пополнится самыми лучшими микроэлементами, и ваши эритроциты будут здоровые. Дополнительно очищаются почки, а это немаловажно. Есть даже специальные программы. Арбуз едят с хлебом, только один арбуз, примерно килограмма полтора, а то два, за один раз. И так в течение дня раза два-три. Некоторые даже рекомендуют есть арбуз, представляете, на ночь, для того, чтобы лучше выходили камушки. И они действительно выходят. Вода структурированная их раздробляет. Здесь же содержатся и пигменты, которые все это дробят. Плюс здесь имеется заряд, который все частицы расталкивают. И камушки начинают выходить, дробятся и выходят. Остается корочка. Плотненько. И вроде бы невкусно. Если ее погрызть, она сначала как трава, а потом даже горькая. Оказывается. Вот так ее можно обрезать. Видите, вот так вот. Обрезаем. Разрезаем на мелкие такие кубики. Обрезаем, видите, еще больше. Здесь у нас с вами остаются именно вот в этом срезе микроэлементы. Эти микроэлементы, когда их высушим, они будут действовать как хорошее мочевонное средство. Поэтому высушивайте корочки и делайте с них естественно мочевонное средство. Далее, вот мы с вами обрезали корочку. Не надо выбрасывать. С нее можно делать цукаты. Будут вкусные, полезные, приятные. Кстати, не выбрасывайте и косточки арбуза. Их также можно использовать. О том, как их использовать для оздоровления. Кстати, вы знаете, как лучше всего есть арбуз? Арбуз лучше всего есть как самостоятельный прием пищи. Не после еды, как обычно его едят, а до еды. Ну, 2-3 таких скидки, можно больше. Съели в начале еды, утолили жажду. Чуточек отдохнули. Буквально минут 5, не более. И приступайте к своей обычной еде. Вот это будет более правильным приемом пищи. Если его делать как отдельный прием пищи, то можно его есть с хлебом. И многие едят и очень довольны этим. Я, правда, предпочитаю его есть арбуз с арбузом. Без всяких дополнений. Он сам по себе гораздо более вкуснее, чем вот сочетание хлеба с арбузом. Очень вкусно. Более того, здесь столько естественных сахаров, которые не просто вкусные, но питают и сердечную мышцу сразу же. Если много съесть арбуза, то он будет слабить. Если его съесть в меру, то подействует как мочегонное средство. Удивительная ягода, любимая всем народом. Добрый день, Сергей Валентинович. Вы не есть. Приятного аппетита. Я в вас в гостях. Вы, я знаю, один из самых старейших людей, который занимается арбузами, дынями, тыквами и знает о них очень-очень много. Так это? Ну, занимаемся, люди берут и лечиться, и есть. И вообще-то, самый старинный... Подложите мне, пожалуйста, места. Самый старинный продукт, который на Россию любит и ест. Спасибо, спасибо. Хватит. Суточку. Ну, давайте. А! Это завтрак какой-то. Да. Так вы говорите, это один из самых старинных продуктов и на России. И на России, и вообще на земле. Будем так говорить. Угу. Привезён-то он откуда к нам? С Америки или с Африки? Завезённый. Сортов сейчас очень много. Наши российские сорта уже отодвинуты на задний план, но мы всё равно стараемся их производить, потому что наша есть наша. Вот этот икар выведенный, наш сорт. Это называется икар. Икар. Чёрный. Вот у меня, когда почки болели, я их начинал осенью есть. В какой, в каком возрасте у вас их подбеку? Где-то сейчас, так вот, как он. Мы когда, мать, перевезли сюда? В восемь шестом. В восемь шестом. Вот. Первый раз у меня приступил. Ну, потом вот этот я стал расстраиваться, заниматься. Ребята, ешь арбузы. Не хочешь, а ты их ешь. Вот было так, что... Агузь? Сажусь. Не хочу, а я его ем. Сколько в день седали арбузы? Именно арбузной мякоти? Ну, конечно, не шкорки, а мякоти. Я в основном его ем, я так ем. Я емал с хлебом. Только с хлебом. Ну, обычно и советуется есть арбуз с хлебом для того, чтобы... Да, да, да. Ну, я его люблю. Мне с детства приучили так. Ну, я тоже люблю арбуз. Только с хлебом. Не, с хлебом только. Я без хлеба арбуз не... Вот. И у меня переставали болеть почки, выходили камни. И где-то до мая месяца, ну, я-то жил в микрорайоне, а водичку пили с под крана. Ага, с под крана водичка образовывала камушки. Образовывала камушки. Вот у меня арбузы ел, я их выгонял. Выходили они спокойненько, без больших болей. Хотя сейчас вот жалуются, что поел арбуз, мне схватило. Я, ну, это гонит, очищает. То есть надо понимать, что в этом происходит. Да. А сколько вы ели арбузов за день? Ну, я мог 2-3 килограмма мякоти съесть за день. 2-3 килограмма, вот здесь сколько мякоти будет? Ну, здесь, так, примерно, было килограмм 10. Килограмм 10, ну, примерно, значит, 1-3 чего этого арбуза седали. Да, да, да. Сколько дней вы ели? Не за день, за день присъезд. За день присъезд. 2-3 килограмма. Вот так же, то есть вот этот арбуз вы съедали в 10 дней. Ну, за день можно было съесть. Ага. Если бы я мог его за один раз сел. То есть, хотелось, не хотелось? Не, ну, я, во-первых, я их и люблю. А во-вторых, когда мне сказали, что это лечка бны, то я их ел уже не хочу, но я его ем, особенно на ночь. А почему на ночь? Ну, ночью лучше усваивается, промываются почки. Рекомендовано есть на ночь. Хотя и в туалет курите, но все равно на ночь? Ну, в туалет. Тут, когда почки болят, тут не обращаешь тебя, кто-то 5-6 раз станет. А сколько дней ели? Все лето. Все лето. То есть, начинается арбуз? Вот, начинается арбуз, и пока еще на хранение ложим, и после Нового года едим их, и пока не могут лежать. Это примерно в августе начинаете, и едите август, сентябрь, или на октябрь? И ноябрь, и декабрь, меньше, конечно, там, но все равно в неделю. Сохраняется он? Да, да, да. Угу. А вот еще какие-то цукаты делают с арбузных курочек? Ну, раньше она делала варенье с арбузом. Варенье? Мед, не как он называется. Арбузный мед? Да. Как-то он называется, но у нас арбузный мед называют. А как она его делала? Отец привозил с поля, там, напревший такой, вырезали, обчищали, ну, то, что не, 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 не кондиция. Точнее, не идет, да? Не кондиция. Угу. Она обрезала мякоть, она просто, она просто вываривала, семечку убирала, и кипитила до тех пор, пока он не превратится густой. Ага. И потом банки заливали, так же всю зиму ели. Звучали путем выпаривания. А как еще его используете, вот, с целью там? Мы засолим, вот этот сорт очень хорошо в солке. Когда-то я был астраханица, потом вот сейчас и карп, все берут солить его, и я вот делаю так, там, ну, когда режем скидку. А то беру, разрезаю вот так вот пополам, обычно небольшой, килограмма 4-5. Сок выдавливаю в крошку, и пью сок. Смоченый арбузы соленый. А это для чего? Или просто вкусно? Просто вкусно, и все. Мне нравится, вот поэтому я ее ехал. Палай, это Петрович. Петрович, да. Дыня тоже. Дыня лечит камни, печени, желстно выгоняет. Ага, если мягкая арбуза способствует тому, что растворяет и выводит камушки из почек, мочевых пузырях, то дыня, она действует несколько выше на камни, которые находятся в желчном пузыре, и там, с конкременцией почки. А ее как едите? Как ее надо есть? Ну, дыня вообще рекомендовано есть за 2 часа до еды, или через 2 часа после еды. У каждого человека разный гранис. Могут потом слабина быть, и неблагоприятно действовать. А я ее ем и с арбузом, и после большая сразу. Мне как-то все равно было. Я вот с огручей езжу, но я гранис принимал. Хорошо. А другие вот детям запрещают, к ним в лагерях давать. А вот еще какие-то цукаты делают с арбузных хоррик. Раньше она им делала варенье с арбузом. Варенье с арбузом. Мед, как он называется. Арбузный мед? Да. Как он называется, но у нас арбузный мед называли. А как она его делала? Отец привозил с поля, там, напревший такой. Вырезали, обчищали. Ну, то, что не кондиция. Не идет, да? Не кондиция. Она обрезала мякоть, она просто-напросто вываривала, семечку убирала. И кипятила до тех пор, пока он не превратится густой. Ага. И потом банки заливали, и так же всю зиму ели. А вот что еще, может быть, слышали какие-то там, кто-то как-то арбуз применял? Или дыню так-сяк? В принципе, ничего не слышно. Живой пример же был, когда у мужика отекшие ноги были, а потом арбузы стал есть, и... Ну, он отек может сниматься из-за того, что жидкость выгоняет, потом способствует... А, отеки были. То есть, для снятия отеков. Вот такие ноги, колонки были. Арбузы пошли, он каждый день по арбузу съедал. И ноги как будто до жбей отстал. Это ему было 50 с чем-то лет в те времена, да? Угу. Арбузик выгоняет жидкость, камни. Я знаю, что от арбуза есть самец и самка. Привет. Не могли бы вы показать, вот как отличить... Вот это самец. И в чем заключается разница. Вот это самец. Значит, вот она копка. Ага. Самочка она чуть больше. Чуть больше. Но не у всех арбузов, гибридов. Ага. А можно было бы принести вот эту вот самочку, для того, чтобы сравнить и показать. Все, в такой килограмм на 6. Говорят, что самки вкуснее. Или нет? Ну, может быть, в какой-то степени вкуснее. Вот Астраханиш был, самочку берешь. А этот, если он так сахарный, то он... Самочка. Ага, вот сейчас покажите, я крупно возьму, чтобы вы показали. Я тут на камеру как раз буду снимать. Так. В чем разница между самцом и самкой? Это на свет. Значит, вот это такой. А самка такая вот. То есть у нее, как это называется? Ну, копка будем говорить. Попка побольше, нежели... Какой венчатый. Ага, ясно. Спускай 30 секунд. А потом мы сделаем как бы... А засолка пойдет, когда похолодает? Это где-то в сентябре, в середине, в конце? Желательно. Потому что он может просолиться, когда еще свежее будет. Резона нет. В чем суть-то, самое главное, что он, когда просолится, когда же свежих нет. Новому году. Так просаливаются недозрелые или какие? Необязательно. Лишь бы не пустой. Лишь бы не пустой. Недозрелые-то раньше считалось, что его и в песке солят. Шар ложат, арбузы. Раз он наводит, ведро солит, там, два сакана соли, наверное, и песком засыпают. И он лежит до моей места, у меня я достаю, он целенький, круглый, не смялся. А вы такое делаете? Сейчас он на комбинате. Не, вот потом он, не садил. Забыдали с этой работой. Вот он есть ярко-малиновый, а есть как бледноватый. А вкусовые и тот, и тот. О, арбузы. Нагадаю. Да, сахарный арбуз. Ну, при диабете он много не рекомендует. А у меня диабет, а я его ем все равно. О, благодарю вас. А вот вы когда рекомендуете вообще арбузы есть? Вот говорят, там они там в начале, там, то ли неспелые, то ли там откуда-то везут, захимиченные и так далее. Я их с подбранка начинаю, только зарозовел я их уже ем. Разовел и называется подбранка. Да. Вот тут по полю я увидел, какой подходит. Зарозовел. А вообще признаки нельзя так вот просто сказать? Ну, признаки я смотрю, там признаков много. Баранчик, есть такая завитушка и язычок. Как они высохли, это уже они спелые. Баранчик и завитушка это вот это? Вот это на конце от цепи есть. Вот на нем весь язычок такой и баранчик. Вот они как подсыхают, это признак того, что он уже подходит. Это один вариант. Второй вариант по виду. Пятый вариант, сердцком определяют. Четвертый вариант, ложишь его на попку, вот так вот пальцем попробовал хрупнуть. Это значит, что он уже не зеленый. Хотя спелым его совсем и не было. А как надо хрупнуть, вот если этот? Это большой. Это большой? Надо двумя пальцем вот так вот берешь и придавливаешь. А, вот здесь? Да, вот здесь в попке. А так? Да. То есть вот так вот. Вот двумя рукой это надо вмятину. Ты разреши ребятам посмотреть, поснимать на камеру. Арбузы как растут. Ну я же сразу уловил это дело. Говорю, ребят, да мы только собрали. Говорю, ну пройдите вдоль лесополосы и посмотрите. Может на дереве какой остался. Вот почему арбуз такой водянистый и хорошо утоляет жажду. Потому что он растет в степи, в жаркое, засушливое время года. И ему надо бороться против этого тем, что он накапливает влагу. Поэтому он как раз ее и отдает. И тем самым удовлетворяет жажду человека. Вот это бахча. Высушивают корочки, то есть не выбрасывает, высушивают корочки. Делают отвар с них и пьют. Тоже это обладает ночегонным действием. Таким хорошим. Можно применять и для днях, и для остывания. Ну вот соленые арбузы, они до апреля месяца могут приезжать. В этом году в колхозе салили вот такие вот. В апреле директор лесхоза приехал, говорит, ты вот соленые арбузы. Так вы целиком их ссулили? Да. А каково, каково. Так что в арбузный сезон не пропускайте, когда он начинается. Своевременно начинайте использовать арбузик, для того, чтобы подпитать его микроэлементами, сделать кровь здоровую, хорошенько промыть почки, а главное, получить радость от употребления такой пищи, как арбуз. Арбуз замечательный на вкус. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч!